Друзья мои, я от всей души приветствую вас на нашем канале «Строю дом своими руками». Наш первый этаж почти завершен, и все работы выполнены. Скоро мы спускаемся в подвал, и лестница будет воедино со стеной, поэтому сейчас она еще находится в таком же виде. Но также, но также вы заметили, что и кухня у нас пока в неприглядном состоянии, так как уличные работы еще не завершены, и у нас очень много еще вложений финансовых, и я хочу кухонный гарнитур продумать досконально и, наверное, запланировать его чуть попозже. Но сегодня мы с вами сделаем фартук или по-другому, как он еще называется, напишите в комментариях. Ну, фартук, ну, по-нашенски, по-старорусски, фартук. Доделаем обои здесь, жидкие обои, и вот эту стену тоже закончим. Такие задачи у нас стоят на эти выходные. Ну и, конечно, облагородить, но что это такое, вот эти все вот эти набрызгивания, это уже, ну, просто отвратительно, и Женя уже говорит, Денис, надо что-то с этим делать. И я решил по типу наших напольных покрытий точно таким же путем и пойти с фартуком. Что нам упрощает задачу? А именно то, что эту мебель, которая как бы временная, мы уже делали по размерам будущего нашего гарнитура. Возможно, только вот этот стеллаж немножечко увеличит свой размер. Ну, где-то вот досюда, но это не точно. Понятное дело, что мы сейчас должны разобрать полностью кухонный гарнитур, освободить место для того, чтобы я начал работы по разметке стены для будущего обустройства керамогранитного фартука. Сразу скажу, что в том же стиле, как и наш пол, керамогранитный фартук мы планируем делать под 45 градусов. На мебель убрали. Сейчас я размечаю по уровню плоскость, по которой фиксируют перфоратором направляющую. Направляющую я беру просто от подсистемы для гипсокартонных потолков и стен. Она и будет являться нулем нашего керамогранитного фартука. На нее я буду укладывать блоки, они будут очень хорошо на ней держаться. И это же будет являться ровным показателем того, что мы нигде не ошибемся. Вот так витиевато я объяснил. Очень простое, собственно, решение. Все отметили. И теперь, чтобы это все ровно раскидать, я использую ту же самую хитрость, которую использовал в тот момент, когда мы с вами делали лестничный марш. Я накладываю кафель просто ровно на пол. На нем уже линейкой отмечаю будущий наш фартук. Собственно, это все, друзья, что вы должны знать о тонкостях работы вот в этом плане. Но, но, но! Есть одна проблемка, с которой я столкнулся. А это некачественные диски. То есть купить, например, диск за 300 рублей, ну, к примеру, для того, чтобы тонко пилить без сколов, к сожалению, не получится. Потому что они, скорее всего, будут с огрехами, у них будут вибрации, они все равно будут давать сколы. У меня так и было. И даже, когда мы делали плинтус пола, у меня все равно приходилось все время снимать фаску, так как небольшой скол был. Этот вопрос долгое время стоял у меня на повестке дня, и я его решил. Я просто взял вот такие диски. Сегодня вы увидите, как они работают. Этот алмазный диск у нас для резки под углом и шлифовки для 125-й болгарки. Вот, кстати, написано, что он под 45. Этот диск тоже для резки, также для шлифовки, но он ультра-тонкий, 1,2 мм всего. По сравнению с этим у него 1,6. И вот этот диск, он для бетонных работ. Он режет арматуру и также является диском для того, чтобы резать, собственно, керамогранит, кирпич, гранит, мрамор, кровельные материалы и искусственный природный камень. Также подходит для керамической плитки. Мы разложили кафель как нужно, но у нас возникла мысль. Смотрите, когда мы его раскроим, у нас обрежется здесь и там обрежется. И, по сути, у нас будет просто куча связок на стене. Это, может быть, получится некрасиво. И Женя предложил вариант. Говори, Женя. Какая у тебя мысль? Короче, если бы они входили еще полностью ромбом, было бы, ну, более, ну, как сказать, рисунок было бы видно красиво. А так, если он обрежется, получится как будто слепили из того, что было. Я с тобой полностью согласен. Единственное, знаешь, что хочу сказать? Давай линиями делать волной. Нет, мы... Здесь обязательно нужно рисунок собрать. Да, да, да. Если вот делать вот так, то тут нужно собирать рисунок. Это я просто поставила, чтобы посмотреть. Мне нравится, как ты вот здесь соединила. Смотри. Да, да, да. Вот у дивана. Супер. Вот эту часть мы точно берем. Да, вот она прям вот хорошо. Эту мы прямо в такой связке берем. И добираем. То есть можно и вертикально, и горизонтально, но чтобы это было композиционно ровно. Рисунком одним шли. А так мы, короче, делать не будем. Да? Но я все равно, Жень, какую-то часть плитки сейчас возьму на то, чтобы раскроить себе на плинтуса. На плинтуса проделать. Остальные доделывать. Поэтому несколько плиток... То есть это, знаешь, вот так вот обрежется, да? То есть тут получится недорого. Нет, тут только, знаешь, тут только вариант делать антисимметрию. То есть брать отсюда, например, и забираться туда чуть выше. Или вот так вот, да? Ну да, но это стрёмно. Ну нет, нет. Охота, чтобы или полный ромб входил. Да. Или уже вообще не надо. Все, мне нравится такой варик. Классный. Вообще меньше пилов. Пилить все равно сегодня придется. Потому что, во-первых, мы будем под розетки сейчас выбирать. Тут у меня их две. Три. Одна вот здесь. А, еще вон там, да. Еще здесь четверная. Да, 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 да. И второе. Я сейчас сразу напилю. Видите, у нас там незаконченный вопрос по плентусам. Мы сразу их добьем оставшимися плитками. Керамогранит подготовлен, напилен. Кромочки все ровненькие. Все завальцовано как надо. И теперь мы приступаем, собственно, к монтажу. Что для этого необходимо? Загрунтовать стены. Нанести очень хороший, качественный клей для широкоформатного керамогранита. Намазать клей на керамогранит. Кстати, очень важно, друзья, если у вас керамогранит с функцией увлажнения перед накладкой, подсчитайте это на коробке. Как я Витя Ивата опять сказал. Просто некоторый керамогранит мочить не надо. А какой-то надо, а какой-то не надо. И мне об этом писали в прошлый раз, когда я укладывал керамогранит на пол. Поэтому посмотрите и вперед. Субтитры сделал DimaTorzok Вы заметили, как сильно подорожали популярные бренды сегодня. Некоторые из них вообще перестали нормально завозиться в страну, поэтому приходится искать альтернативу. И я ее нашел. Бренд Rage Vira Rage выпустил новую линейку инструментов Rage Furious. Они с более высокой производительностью и надежной конструкцией. Взял с себя сначала первый режущий диск для керамогранита 1.2 и увидел, насколько он четче и аккуратнее делает рез. И после этого я решил попробовать всю линейку. А теперь у меня вся серия по бетону и керамограниту в кармане. Для сравнения покажу. Сейчас одну плитку пильнул диском, который стоит 300 рублей в магазине. Смотрите, какие погрешностей много. А легче их увидеть вот на двух пиленных плитках. Это уже с завальцовкой. Вот это вообще вальцевать не пришлось. Она ровненькая. Это я делал Rage вот этими дисками. А вот эту бедолагу, видите как, это я уже диском, который покупал в магазине за 300 рублей. Плитка не курящего человека, это курящего. В конечном итоге разница налицо. Ну, конечно, я уж выброшу, им делать нечего. Вон, смотрите, как все испортил. Все испортил. Я вырезал отверстия в кафеле, как это было необходимо. Наносим клей на стены и начинаем укладывать керамогранит. Ошибка, которую я совершил в прошлый раз с полами, я не использовал в самовыравнивающие подкладки. И мне об этом написали. Но теперь я знаю, друзья, что они очень даже нужны. И я теперь подготовился, я их взял. И буду устанавливать их в любом случае. Также в прошлый раз я использовал киянку. Это не совсем правильно, потому как киянка, она не дает тот точный ход, который вам необходим для приравнивания плитки уже на стене. Гиброприсоска аккумуляторная для укладки плитки. Этой штукой можно привибрировать, приклеить, присобачить. Все, что начинается на при. Все можно. Смотрите. Выглядит она вот так. Это отрываем, потому что нам это больше не надо. Я вообще, на самом деле, когда эти присоски все в интернете-то находил, я думал, а как они работают? Я думал, что эта штука нужна для того, чтобы просто переносить кафель и приклеивать его к стене. Но не тут-то было. Кроме того, что приклеивать кафель, кроме того, что мы кафель можем переносить, еще мы можем его привибрировать к стене. Как это работает? Подставляем, нажимаем. Я на самом деле сейчас уже мог и стол поднять. Допустим, поднял, и после этого мне это нужно еще как-то присадить к стене, к полу. Ну, к стене, к полу. Я нажимаю на вот эту маленькую кнопочку, и по настройке вот этой шкалы это либо начинает работать дико, резко, либо очень медленно. И все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, попробовал черепах. Но она все-таки больше для работ по зашлифовке. Сформировались понимания. Первый диск, который пильный, 1,2 мм, это для резки. 1,6 мм для зашлифовки. Но она, видите, даже как в виде черепашки. Может использоваться, кстати, и для мокрого, и для сухого реза. Вот. И последний у меня как раз будет для арматуры, когда мы будем ей заниматься. Так, наложение у нас тем временем занимается чем? Вжиг-вжиг. Вжиг-вжидкими обоями. Так, друзья, ну вы помните, это сил-пластер, компания, которую мы взяли в самом начале нашего пути. И уже весь дом идем с этими обоями. И мы еще взяли обои эти на подвал, на сауну, на бильярдную. Поэтому, друзья, скоро я вас немножечко помучаю выпусками про продолжение отделки нашего цокольного этажа. Ну, подвала. Субтитры подогнал «Симон» Друзья, работа завершена, все получилось классно. Показываю вам, что получилось и как получилось. Я доволен. Теперь осталось немножечко накопить 500 тысяч рублей для того, чтобы мы с Женей могли построить эту кухню. Понятное дело, что строить я буду своими руками. Закажу просто распиловку и соберу сам. Фасады мы закажем в специализированном магазине. Если знаете какие-то идеи по хорошим фасадам, которые не расслаиваются, не отходят и так далее, напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Я буду потихонечку уже кубатурить варианты по изготовлению самого кухонного вот этого мероприятия. Все, друзья, я был рад вас сегодня видеть. Надеюсь, это видео кому-то пригодится. Кто-то, возможно, сэкономит какую-то часть денег на фартуке. Ну, и вообще на производстве кухонных вот этих мероприятий. До скорых встреч. Увидимся с вами буквально через неделю. Все, пока-пока.